Теперь мы отправляемся в Киев на Олимпийский стадион и это матч Киевского Динамо и Буавишты. В этой группе ситуация была довольно запутанная, но мы не покажем вам в обзоре самый важный матч между Ливерпулем и Дортонской Боруссией. Его вы увидите чуть позже в полном объеме, а это дань уважения, наверное, Киевскому Динамо, команде, которая, в общем, наверное, и для многих россиян является своеобразной гордостью в Лиге чемпионов. Мы еще не забыли победы великолепные над Барселоной с общим счетом 7-0. Нынешний розыгрыш Лиги сложился для Киевского Динамо неудачно. Команда уже обеспечила себе, если можно так выражаться, последнее место в этой группе и не имеет шансов даже на попадание в кубок УЕФА. Более того, в активе киевлян к этому моменту всего лишь одно набранное очко в первом самом домашнем матче против Дортонской Боруссии. Ну а Боавишта стала в каком-то смысле снова сенсацией этой группы. Многие отдавали ей вообще четвертое место, но Боавишта исключительно удачно провела домашние встречи и к последнему туру даже опережала Боруссию. У Ливерпуля в этой группе было 9 очков, у Боавишты и Боруссии по 8. И Боавишта в случае равенства показателей с немецким клубом занимала место выше в Боруссии. Иными словами, Боавиште нужно было сыграть не хуже, чем Дортон, который выступал в гостях на Энтел-Роуд. Вот в каких составах вышли команды на этот матч. Киевская «Динамо» в воротах, 12 номер Виталия Рева, далее Александр Хацкевич, Владислав Ващук, Александр Милащенко, Валентин Белькевич, Тиберио Геоаны, Георгий Пеев, Андрей Гусин, Максим Шацких появился в основном составе, Сергей Федоров и Андрей Несмачный. По-прежнему не может играть у киевлян Голохо, у него дисквалификация, ну и нужно отметить, что в запасе оказался темнотожий нападающий Лаки и Боавишты. Голкипер Рикардо, Педро Эммануэль, Эриван, Дуда, Силва, Марко Лойя, Хрешо, Армандо Пети, Хосе Басингва, Александр Гувар и Эрвин Санчес. Я думаю, что для многих, наверное, до начала розыгрыша единственным известным игроком здесь был Эрвин Санчес. Теперь у нас появилась возможность получше узнать футболистов Боавишты, благо выступили они и так уже для себя очень хорошо. Естественно, тренер португальцев Жайме Пашеку прекрасно понимал, что отсидеться в обороне в Киеве это самый бесперспективный вариант, поэтому Боавишта атаковала довольно много и чем-то напомнила себя саму в матче в Дортмунде, в котором она уступила Боруссии со счетом 1-2, выигрывая после первого тайма 1-0. Вот и здесь 45 минут, первые 45 минут португальцы провели очень хорошо и в каких-то эпизодах, наверное, заставили померзничать главного тренера киевлян Валерия Лобановского. Лобановский не скрывает, что новая команда в Киеве только лишь строится и сразу ждать от нее каких-то подвигов, наверное, неразумно, но болельщики, которых собралось не очень много на стадионе Олимпийской, конечно же, рассчитывали на то, что хотя бы одна победа у киевлян в Лиге чемпионов будет. Пусть не удалось пробиться в следующий раунд, пусть не удалось пробиться даже в кубок УЕФА, но хотя бы один раз порадовать свою публику нужно. Александр Хацкевич пытается, мы видим, ударить с линии штрафной, но мяч слишком резко заворачивает к воротам и в итоге пролетает рядом с ними. Ну и плюс у киевлян, наверное, были свои счеты к Боавиште по первому матчу этих команд. Тогда, я напомню, два довольно обидных мяча пропустил Александр Филимонов, из-за этого Киевская Динамо уступила в Португалии. Но первый тайм просто фантастические какие-то показатели, ни одного даже удара в створ в ворот ни у одной из команд в активе нет. Филимонов за ходом этой встречи наблюдал со скамейки запасных, но его партнеры, наверное, не забыли. В частности, удары Эрвина Санчеса. Вот он на ваших экранах, знаменитый Белевиц, штрафной. Примерно с этой точки он как раз и забил Филимонову в Португалии. Тогда бил низом, на этот раз отправлял мяч вверхом. Виталий Рева контролировал ситуацию и даже если бы мяч попал в створ в ворот, то следующий вот голокипер с ударом бы справился. А вот дальний удар уже по воротам Рикардо. Наносит его подключившийся в атаку защитник Несмачный. Увидел он свободный коридор между игроков обороны Бавишта и пробил. Удар получился не очень резким и для голокипера бой довольно удобен. Ну а вот как являние открывают счет в этой встрече. Делает это Александр Милащенко. Наверное, это главное открытие вот в новом составе киевского Динамо. Очень неплохой форвард и это уже не первый его гол в Лиге чемпионов. Прекрасный мяч Милащенко забил без ворота Дортмундской Боруссии вот здесь же на своем стадионе. Забивает Милащенко на 49-й минуте. Тут же Жайме Пашеку делает замены. Выходят на поле Марсио Сантош и Мартеллинио. Именно эти игроки появлялись на поле и в Дортмунде. И вот только тогда счет был в пользу португальской команды 1-0. А на этот раз 1-0, но уже в пользу ее соперников. Наверняка была информация Жайме Пашеку о том, как проходит матч в Ливерпуле. Но еще перед игрой португальский тренер заявил, что Боруссии не стоит рассчитывать на любезность танзистского клуба. Не стоит рассчитывать на то, что Боруссия должна проиграть на поле соперника. И что нужно все сделать в этой ситуации своими руками. Но кимский стадион олимпийский оказался для португальцев не очень-то приветливым. И игра у них долгое время не клеилась. С дальними ударами Рева справлялся без проблем. Ну а больше ничего Бавишта показать не могла. Георгий Пеев получает удар по ногам. Болгарский легионер. Вот как раз те замены, о которых я говорил. Маршел Сантош появляется на поле. И Мартылинию меняют они, соответственно, силу и Александра Гулара. Как раз того игрока, который в Дортмунде забил гол. Жайми Паше, по лицу его можно сделать, потому что ничего неожиданного для тренера не происходит. Бавишта, конечно, не тот клуб, который может подхвастать свободной, яркой и раскованной игрой в Лиге чемпионов. Для того, чтобы набрать те очки, которые есть у португальцев, очень сильно им пришлось трудиться. И очень тяжелый во всех отношениях для них матч в Киеве. И погода, наверное, тоже не совсем привычная. Вот Петир спорит с Милащенко. В итоге нападающий киевской командой получает желтую карточку от арбитра австрийского судья Фриса Стучлика. Ну а Марсел Сантош, вышедший на замену, сразу включается в игру. Удар поворотом Ревы и мяч, в который уже раз в этом матче летит над перекладой. Контратаки довольно опасные. Боавиште не всегда успевают за своими подопечными защитниками киевского «Динамо». Видимо, потеря Александра Головко сказывается более, чем нужно было бы. Ну а с другой стороны, во втором тайме уже явно совершенно проявлялась усталость у некоторых «Динамо». Еще одна желтая карточка, получает ее Андрей Несмачный. И на поле появляется Гавранчич, меняющий Сергея Федорова. По лицу Федорова видно, насколько действительно тяжело играть. Особенно еще, наверное, киевлянам тяжело играть, знаю, что никаких перспектив у них нет. Выход два в одного. Мяч снова в сетке ворот Рикардо. Но судья, естественно, этот гол не засчитывает. И Гавранчич забивал уже после того, как было зафиксировано положение вне игры. И более того, в награду за свои старания Горан Гавранчич получает желтую карточку, которая уже у киевлян становится в этом матче третьей. Виталий Рева довольно спокойно действовал в воротах. Вообще, нужно сказать, что с точки зрения психологии, он более устойчивый голкипер, нежели Александр Филимонов. Но и сейчас не было никаких вопросов, кто должен занять место на поле в воротах. Вопрос был снят в связи с предстоящими играми сборной Украины. И предстоящие таковые матчи в Германии за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира. Но и, разумеется, в этой ситуации Лобановский, который является главным тренером сборной Украины, сделал выбор в пользу голкипера, который играет за эту сборную. Рева, скорее всего, и будет играть против Германии, поскольку до выздоровления Александра Шавковского еще очень и очень далеко. Вот опасный дальний удар. Здесь неосмотрительно выдвинулся из ворот Рикардо. И в итоге мяч пролетел в перекладину. В его ворот голкиперу повезло, что так все обошлось для него удачно. Ответ португальской команды на выходе четко играет Рева. Далеко выбивает мяч. Армандо Пети получает желтую карточку. Следующую игру, если будет, она у Бавишты пропустит. Еще одна замена в составе Динамо. Вместо Пеева на поле выходит Чернот. И вот так вот, обмениваясь острыми выпадами, команда и завершает матч. Максим Шацких. Наверное, весь розыгрыш нынешней Лиги чемпионов поклонники Динамо вспоминали его дуэт с Димитрадзе. Но теперь Шацких придется сыгрываться совсем с другими футболистами. И уже, наверное, в целом на следующий подобный футнир, на следующую Лигу чемпионов. Александр Хацкевич. И еще одно предупреждение. Четыре желтых карточки заработали Динамо с целью этой встречи. Наверное, это многовато. Ну, Хацкевич свое предупреждение получает уже в самом конце матча. Еще успевают сделать киевляне замену. Выходят на поле Серебренников. Ну, а самым последним эпизодом матча становится дальний удар Хацкевича. Никто ему не мешал. И немедленно решил пробить полуозащитник сборной Белоруссии. Мяч прошел рядом со штангой. 1-0 в пользу киевского Динамо.